Лев Владимирович, вот понятно, что цифры интерпретировать в принципе не имеет никакого смысла, они говорят сами за себя. И на самом деле, я надеюсь, вам за них не стыдно, да, вот те, которые сейчас прозвучали. Но тем не менее, вот у меня такой вопрос, каким образом вообще усилия руководства края могут повлиять на такие естественные процессы, как увеличение рождаемости, снижение смертности? Понимаете, нет такого прямолинейного действия, которое можно бы рекомендовать или рецепт ответа на все вопросы. Но для меня очень важна эта статистика. Почему? Потому что, когда меня Дмитрий Анатольевич Медведев пригласил, когда он был президентом и предложил быть губернатором, он сказал, какая твоя основная задача? И я сказал, моя основная задача, чтобы люди хотели жить в Красноярском крае. И вот мы видим демографические показатели, и я считаю, что вот это самая важная цифра, которую мы и достигли, и я внес вклад. И это не только я, это большая работа и федерального центра, и регионального, и местного самоправления, и большого количества людей. Мне кажется, это самый важный индикатор. Почему я последние свои отчеты всегда перед депутатами и говорил? Вот человек самое большое умерило. Будет плохо, какие бы здесь не были темпы промышленного роста, какие бы богатства здесь не были, люди уедут отсюда. Человека не обманешь. Ну да, я с вами согласна. Вот социальные приоритеты на базе этой статистики видны невооруженным глазом. Мы, кстати, подготовили сюжет на тему именно социальной политики, да, вот прежней команды. Давайте его посмотрим. Перед едой руки помоем обязательно, хорошо? Все, руки моем и идем за стол. Все, давайте, вам приятного аппетита. Легко и просто Лев Кузнецов общается с детьми. Это кадры из Турханска. Вот открытие нового детского садика в Знаменке. Ключевой все эти годы в политике была социальная составляющая. Социалка в России синоним трудностей, но за этим словом стоит решение самых главных для жителей проблем. Это и улучшение качества медицинского обслуживания и строительства новых больниц, и модернизация ЖКХ, и повышение зарплат бюджетникам, и ликвидация очередей в детские сады. С 2007 по 2012 год в Край было построено 5 детских садов. В 2013 году было построено 16 детских садов. В этом году планируется построить еще 20. Таких темпов в Край не было даже в золотые 80-е годы. Очередь детских садов только за последний год сократилась в два раза. В 2011 году в Красноярске вводится перинатальный центр, где работают высококлассные специалисты. Удалось добиться федерального финансирования еще двух перинатальных центров в Норильске и Ачинске. В бюджете на этот год уже заложено 2 миллиарда рублей. В феврале этого года ввели и первую очередь онкоцентра. Новые корпуса уже принимают пациентов. При этом такую масштабную стройку осилили без федеральных средств. Край выделил 6 миллиардов рублей на возведение важного объекта. С 2011 года в разных территориях края начинается строительство десятков современных физкультурно-оздоровительных центров. В Красноярске построен и введен ледовый дворец. Отреставрированы, а по большому счету возведены заново. Стадион «Рассветы Сокол». Начинает работу Академия биатлона. На севере края в Норильске появляется свой ледовый дворец «Арена Норильск». Реконструируется стадион «Заполярник». Заметно сократилась очередь на переселение северян на материк. С 2011 до 2020 года более 11 тысяч семей поменяют северную прописку. Только на развитие Норильска до 2020 года из различных бюджетов будет выделено более 9 миллиардов 200 миллионов рублей. Красноярский край сейчас один из немногих регионов страны, где в срок реализуются майские указы президента. В расходной части бюджета почти треть, а это 42 миллиарда рублей, составляют траты на повышение заработной платы бюджетникам, строительство новых детских садов, снос ветхого и аварийного жилья и решение других социальных вопросов. Вот, Лев Владимирович, вы уже сказали и до этого много раз говорили, что на самом деле социальная сфера для вас важнейший приоритет. На мой взгляд, это такая очень неблагодарная тема, даже расстрельная в России, потому что за какой-то обозримый период времени очень трудно выдать конкретный результат, потому что на самом деле качество жизни человека, оно накапливается десятилетиями. Вот почему вы так упорно этим занимаетесь? Потому что проблема Красноярского края и вообще многих регионов нашей страны заключалась в том, что в период бурного развития промышленности мы забыли о человеке. У нас всегда было так, что что такое город, да, даже возьмите Норильск, да, Красноярск, другие наши города, Ачинск, Назарова, это промплощадки. Главное было производство, а что после него уже было вторично. Да, Павел Стефанович Федирко, почувствовав это в 80-е годы, попытался задать новый тренд, и он сделал огромнейшую работу, но когда мы видели, что нас меньше становится россиян, что идет сегодня конкуренция за высококвалифицированные кадры, то я для себя понял, и думаю, это очевидно, что создание, как Александр Геннадьевич Ухлопоин говорил, социокультурной среды, когда человек выходит с работы, и он понимает, как он может обогатиться культурно, духовно, получить дополнительное образование, чувствовать себя безопасно, заняться спортом, создать нормальные условия для, иметь условия для своих детей. Почему президент и майские указы мы видим основной акцент в социальную сферу, здравоохранение, образование, в первую очередь? Потому что без этого мы, как страна, просто проиграем. Какая обратная связь была все-таки сильнее? Вот позитивная или негативная? Да нет, она в целом позитивная связь. И я очень рад, что люди это видят. Самое прекрасное то, что, хотя вы говорите, была критика, мало... Для меня было... Я был, может быть, мало выступал перед телевизорами, журналистами, но я очень много общался с людьми. И как раз я здесь-то больше времени уделял этому человеку, видеть его проблему, знать его, в чем-то помочь, в чем-то сказать, что этот путь неправилен, и ты не ожидай. Ты лучше ищи другие пути, и здесь вот мы уже готовы тебе протянуть руку. И это, я считаю, самое ценное. И вот я много вам раз говорил, и еще скажу, что на встрече с людьми я не чувствовал злобы. Наоборот, было видно, что у людей есть и надежда, есть и вера, и самое главное, есть результаты. Я понимаю, может быть, что-то сегодня незаметно, но оно вырастет, и это самое главное. Я всегда подчеркиваю, что важно не, как к тебе сегодня относятся, а вот через два года-три выйдешь на улицу, если тебе кто-то подойдет, протянет руку, скажет спасибо, а не отвернется или не перейдет на другую дорогу, то это самый важный результат деятельности. И для меня он самый большой. Не рейтинги, не там слова политиков, а вот именно человека простого. Вы знаете, ну, понятно, что социальных успехов, да, не может быть без какой-то экономической базы. Вот я сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Мы подготовили об экономических проектах в последние дни. В Красноярском крае построена первая в постсоветской истории страны гидроэлектростанция «Богучанская ГЭС». Первое электричество ГЭС начала вырабатывать в конце 2012 года. В 2013-м «Богучанка» вышла на проектную мощность – 18 миллиардов киловатт-часов в год. «Богучанская ГЭС» – это амбициозный и масштабный проект. Плотина ГЭС больше пирамиды Хеопса в 12 раз. Площадь территории водохранилища равна площади государства Люксембург. «Богучанская ГЭС» стала сердцем для севера края, дала энергию новым предприятиям, свет и тепло жителям Сибири и Дальнего Востока. Данный нефтепровод пойдет по территории двух регионов. Его протяженность составит 705 километров. Магистральная нефтепроводка «Юмба-Тайшет» – это новая страница социально-экономического развития края. 17 декабря 2013 года. Дата начала строительства. Нефтепровод пройдет по четырем районам края. Магистраль соединит нефтяные месторождения Юга и Венкии с трубопроводной системой «Восточная Сибирь-Тихий океан». Пропускная способность до 15 миллионов тонн нефти в год. Стоимость масштабного проекта – 96 миллиардов рублей. Срок сдачи в эксплуатацию – 2016 год. В 2015-м закончится строительство долгожданного четвертого моста в Красноярске. Работа на объекте идет круглые сутки. Специалисты без ложной скромности называют мост уникальным инженерным сооружением. Кстати, металлоконструкции для переправы производят на предприятии Назарова. Завод металлоконструкции буквально возродился за счет крупных заказов. Четвертый мост – путепровод через железную дорогу от Северного шоссе до улицы авиаторов и развязка на Второй Брянской замкнут Красноярск в первое транспортное кольцо. По оценкам специалистов, запуск кольца позволит снизить транспортную нагрузку на центральную часть города почти на треть. А значит, фактически решит проблему пробок. Крупные инвестиционные проекты стали основой роста экономики края в последние годы Ванкор, Багучанский лесопромышленный комплекс и алюминиевый завод. Формирование ангары Несейского и Железногорского кластера, стройка железной дороги Козыл-Курагина. Сохранение и укрепление позиций красноярского экономического форума. Масштабные проекты команды Кузнецова. Олег Владимирович, вот одни проекты вы продолжили после Александра Хлопонина, другие инициировали сами. Вот если честно, что не успели? Ну не успел. Первое, конечно, хотелось бы достроить мост, потому что... Но я надеюсь, мы его достроим. Нет, я уверен, не надеюсь, я уверен, что мы его достроим. Просто, знаете, как хотелось, аж мост, это, я подчеркиваю, всегда, это не просто транспортный объект, инфраструктурный, соединяющий два берега реки. Это для города Красноярска, это новое качественное развитие, вообще изменение развития тех территорий, которые прилегают к мосту. Не только их, потому что это сразу дает влияние. Вспомните правый берег, где там Бобровый лог, где были раньше склады, причалы, куда нога красноярца вообще никогда за весь период проживания в городе не вступала. Сегодня там появятся современные микрорайоны, и это здорово. Вот скажите, что помогало двигаться вперед, вот несмотря на дефицит бюджета, на несовершенство межбюджетных отношений, про которые вы тоже говорили, когда были губернатором, вот что помогало? Я почему подчеркиваю, Красноярский край, это не потому что уникальный Кузнецов такой, потому что сам край уникальный, но помогала основа людей, которые здесь работают. Но мне важно, что, я подчеркиваю, не только новое, мне важно, что вот научно-технический прогресс, который есть, наши базовые предприятия оборонно-промышленного, космического комплекса, здесь тоже у нас получили новое дыхание. Они стали лидерами, они сегодня являются головными, как с точки зрения технологии, так с точки зрения объемов и видов продукции выпускаемых. Это ключевой аспект, потому что над нами всегда висело и висит вот этот вот, знаете, имидж сырьевого региона. Нет, я уже выучила то, что вы говорите, что мы территория научно-технического прогресса. Не, ну я просто все равно, а для нас, да, вы уже выучили, а наша задача сделать так, чтобы вся страна это знала. Но не все удалось, понимаете, были и вещи, которые мы запустили, фанерный завод, да, хорошие, но по ряду обстоятельств он, скажем так, не смог. Но это жизнь, это жизнь, это всегда происходит, что не только есть успехи, есть и ошибки, и этого не надо бояться. Но нельзя только жить этими заклинаниями, нужно, значит, смотреть и двигаться по тем направлениям, которые успешны. Делать правильные выводы из неудач. Да, конечно, делать правильные выводы, да. И не бояться неудач, самое главное. Это тоже очень важная позиция, не бояться неудач. Да, это важно. Вот некоторые, кстати, считают, что вы мало занимались политикой. Но вот на мой взгляд, например, проект универсиады в Красноярске, проведение которой добились лично вы, я должна это сказать, и ваша команда, конечно, были помощники достойные. Вот это просто коронный такой идеологический проект. Я предлагаю сейчас вспомнить, показать короткий сюжет. The 29th Winter University, 2019, to the city of Красноярск. And the Russian Student Union. Это наша зима! Ну и еще одна неоспоримая заслуга Кузнецова – универсиада 2019. Благодаря личному участию в гонке за право принять престижные всемирные студенческие игры, Красноярск стал столицей зимней универсиады. Впервые город выиграл мероприятие такого уровня, и впервые же в истории член Международной Федерации Студенческого Спорта проголосовали за Красноярск единогласно. Победа далась нелегко, нужно было заручиться поддержкой федерального правительства и показать представителям ФИСУ, что мы достойны и можем принять у себя во всемирные студенческие зимние игры. При этом вся заявочная кампания проводилась исключительно за счет спонсорских средств. В том, что универсиада даст толчок развитию всего города, теперь не сомневается никто. Олег Владимирович, вот не так давно вы совершенно откровенно сказали, что из-за политической конкуренции далеко не все хотят, чтобы проведение универсиады в Красноярске связывали с вашим именем. Вот скажите честно, для вас важно, чтобы люди помнили, чей это проект? Ну, конечно, любому человеку приятно, когда помнят авторов. И не просто прочитали книгу, да, и закрыли ее, ну, и знали, кто это написал. Но для меня важно, чтобы все-таки больше, чтобы он состоялся. И я уверен, что, вы правильно сказали, то, что должна дать универсиада с точки зрения развития края, это уникальная возможность. Вспомните, насколько долго и, на самом деле, активно достаточно анализировали этот проект, критиковали его, сомневались в нем, да. И вдруг, вот когда все это состоялось, да, вот, ну, как-то все само собой сошло на нет. И люди сейчас в большинстве своем согласны с тем, что это классный, уникальный проект, и что Красноярску очень сильно повезло. Я думаю, что на самом деле очень большая работа была проделана, и очень важно верить просто, наверное, в невозможность, чтобы сделать что-то. Это просто мы, и это нормально, когда руководители видят чуть-чуть дальше. И как раз их задача через действия, через победы, через какие-то результаты вовлечь и доказать остальным, что это правильное направление. И мне было бы хуже, если бы, наоборот, все вначале сказали, да, мы за универсиаду, ура, а когда мы одержали победу, появилось вот это, знаете, послевкусие, но не такое приятное, горькое. И все бы разочаровались. А вот то, что вначале было мало, а сейчас становится больше и больше, это, наверное, самое хорошее. И я не сожалею об этом, и, наоборот, рад, что и смог доказать, и мы смогли одержать победу. Правильно было отмечено, что нам никто не помогал. Мы сами заболели этой идеей, заразились, мы сами ее реализовали, и мы сделали так, что этот проект был поддержан президентом страны. Продолжение следует...